Обращение президента к Федеральному собранию в 2020 году коснулось вопроса демографии, увеличения доходов россиян и повышения качества жизни граждан. Таким образом, главной темой послания стала социальная политика, а также улучшение экономического климата. В центре внимания интересы человека, граждан. Ямал входит в топ-5 регионов по реализации нацпроектов и имеет хорошую отправную точку для ответов на вызовы президента. Округ также один из лидеров по уровню доходов населения и социальной защищенности граждан. Только в этом году губернатором Дмитрием Артюховым были инициированы порядка десятка предложений, касающиеся поддержки семей и малообеспеченных жителей округа. Послание президента Федеральному собранию впервые проходило в начале года в январе. Владимир Путин пояснил свое решение. Перед страной стоят очень серьезные, амбициозные задачи и промедления в их решении быть не должно. На оглашение традиционно приглашена вся политическая элита страны. Здесь члены федерального правительства, депутаты, сенаторы, представители региональной власти. Главный акцент, который сделал все-таки Владимир Владимирович, это народосбережение. То есть сегодня много вопросов он поднял по демографической ситуации. То есть как сегодня меры поддержки, какие можем сделать на уровне субъектов Российской Федерации, на уровне Российской Федерации. Продление материнского капитала на целый период времени, он же был до 21-го года. Значит, до 26-го года озвучено, он будет сохранен. Увеличены сами выплаты. Проблемы, которые мы видим в наших лесах, а также в городах, это автопокрышки. Реализуя проект будущей Арктики, мы с этим регулярно сталкиваемся. Эта проблема будет решаться именно через механизм ответственности производителей. Самая главная тема, которой пронизана каждая строка президентского послания, это тема патриотизма, любви к своей стране, темы, посвященные благосостоянию и комфорту жизни людей в этой стране, семей в этой стране. И мне кажется, очень важный посыл, это посыл ответственности власти перед людьми при принятии важных государственных решений. В аэропортах, маршрутных такси, на стенах домов и в метро ежегодное послание президента посмотрели и на склоне горы Эльбрус. Общественный народный фронт организовал пункты коллективного просмотра по всей стране. В Салихарде за эфиром внимательно следили депутаты, волонтеры, представители Совета ветеранов и, само собой, общественники. Сопредседатель регионального штаба ОНФ Евгений Кириллов отметил, важно организовать такую широкую общественную дискуссию, когда любой человек может прийти и выразить свое мнение. А после обсудить сделанные главой государства заявления. Ямальские депутаты соглашаются. Социальная политика в регионе уже направлена на тот путь, о котором говорит Владимир Путин. «В каждом регионе будет все-таки это продвигаться и делаться на этом акцент. А от этого зависит, естественно, наше будущее. Будущее России, будущее региона, будущее каждой семьи, каждого человека». «Единая Россия» намерена детально обсудить положение послания и составить план законопроектной деятельности на весеннюю сессию. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, необходимо провести более точные расчеты для последующих поправок в федеральный бюджет. Он также подчеркнул, что послание почти полностью было сконцентрировано на внутренней повестке и задачах, которые стоят перед всеми без исключения уровнями власти. «По главе угла стоит человек, семья, их благополучие. Послание имеет характер прямого действия. И в нем четко сформулированы личные ценностные ориентиры главы государства. «Единая Россия, как партия Путина, примет самое активное участие в его реализации. Ранее мы направляли свои предложения, и часть этих предложений сегодня была озвучена президентом», – сказал Андрей Турчак. Лидер ямальских единороссов Алексей Ситников назвал послание президента документом к действию. Местные партийцы готовы активно включаться в реализацию программных заявлений главы государства. «Все аспекты, все части этого послания будут являться для нас, что называется, основным документом к действию. И в том числе не только для органов власти округа, но и для регионального отделения партии «Единая Россия». Мы активно сегодня интегрированы национальные проекты, они являются партийными. И будем продолжать активно эту работу». Послание Владимира Путина хоть и было адресовано Федеральному собранию, но затрагивает проблемы миллионов россиян. Также были озвучены перспективы малого и среднего бизнеса. Владимир Путин отметил, уже достигнуты договоренности по налоговым условиям для предпринимателей. Они не поменяются в течение шести лет. Таким образом, будет обеспечен более широкий горизонт для планирования инвестиций. Поддержку получат не только крупные проекты. «Послание было больше как социальной направленности. Это правильно. И социальная направленность именно развития нашего общества, оно очень тесно связано именно с развитием малого и среднего предпринимательства. Так как на сегодняшний день людей, работающих в сфере малого и среднего предпринимательства, у нас достигает порядка 19 миллионов человек». Владимир Путин анонсировал и создание крупнейшего и самого полного комплекса архивных текстов, кино и фотодокументов по Второй мировой войне. Таким образом, убежден глава государства, Россия сможет защитить правду о победе и успешно противостоять попыткам переписать историю. За выступлением президента внимательно наблюдали участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Ямальские общественники уже приступили к реализации нового патриотического проекта. «Международный проект «Слово победителя» представляет собой видеоинтервью с ныне живущими ветеранами, которые живут в нашем регионе, проживают с нами рядом. Мы должны не забывать об этом, что это единственная частичка, единственные люди, которые действительно могут нам сказать правду, действительно сказать то, что они помнят». Беспрецедентные меры по поддержке семей. Сразу несколько ключевых моментов прозвучали в послании президента. В частности, программу материнского капитала продлят на 5 лет до 26 года. А уже с этого января выплату можно будет получить при рождении первенца. Сегодня это порядка 470 тысяч рублей. Причем выплату на второго ребенка увеличили сразу на 150 тысяч, до 617. Кроме того, малообеспеченные родители смогут получать ежемесячную выплату в половину прожиточного минимума, принятого в регионе до тех пор, пока ребенку не исполнится 7 лет. Многие ямальцы уже отметили важность этой инициативы. «Вообще значимо по посланию президента это материнский капитал для первого ребенка, потому что, учитывая то, что я только недавно из роддома, там мы разговаривали с врачами, и вообще статистика показывает в целом, что до 30 лет практически не рожают. И я думаю, что вот когда сейчас ввели материнский капитал за первого ребенка, я думаю, это как-то все равно будет стимулировать». Губернатор Дмитрий Артюхов сразу после заседания отметил, на Ямале уже есть серьезный задел для выполнения задач, которые президент поставил перед регионами. «Те задачи, которые были поставлены президентом, они отражены в наших программах развития. В той программе, которая создана на основе предложения самих ямальцев. Это народная наша программа, и определенные акценты были расставлены. Мы в результате этого сейчас усилим ряд направлений. Появились задачи по новым стимулирующим выплатам, поддерживающим семьи, которые в этом особенно нуждаются. Вот это, конечно, будет немного скорректировано. А так, в целом, все направления, строительство новых детских садов, строительство школ, развитие первичной медицинской помощи, поликлиники, фельдшерские пункты, массовый склон. Это то, что есть в наших программах. Радует, что здесь у нас есть небольшой задел. В центре внимания национальной политики – интересы человека. Послание президента получилось насыщенным, обсуждать его будут еще долго. А вот отвечать на вызовы, поставленные главой государства, на Ямале уже начали. Павел Прожогин, служба новостей, «Импульс». Продолжение следует...